Всем привет, на связи Мамбу и в сегодняшнем видео я отвечу также на очень популярный вопрос всех тех, кто начинает изучать Android разработку, мне спрашивают а какая техника нужна, то есть какой компьютер нужен для Android разработки и так устраивайтесь поудобнее, мы начинаем если вы хотите стать Android разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложение как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца на этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва кроме того я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео вы будете смеяться, но зачастую даже задают не этот вопрос, а задают вообще а нужен ли компьютер? ну мне такая постановка вопроса, считаю я ее крайне некорректной потому что ну вы собственно хотите стать программистом как же вы будете без компьютера? нет, это обязательно нужен хотя бы такой самый стартовый компьютер для начала а какой компьютер нужен мы поговорим чуть позже и в данном случае вы можете стать Android разработчиком даже без устройства на Android но лучше конечно его иметь, потому что лучше всего тестировать на реальных устройствах но при этом компьютер конечно обязателен тут дело выбора, что вам выбрать, Windows или Mac я честно говоря уже год как перешел на Macbook и я... у меня есть компьютер на Windows причем он такой там i7 16 гигабайт оперативки, Lenovo ну там в общем он металлическая основа, он хороший я собственно на нем начинал работать в Android Studio и я вам хочу сказать, что я на том компьютере, который на Windows я только монтирую видео то есть делаю монтаж видео, которое вы видите на моем канале и все все остальное я перешел на Macbook потому что... и я не вернусь на Windows потому что там все лучше и ну собственно вот этот Macbook, который у меня это Macbook Air M1 ему сколько... год и я хочу сказать, ему соответствует уровень на Windows компьютер с процессором примерно i7, как i9 ну примерно между i7 и i9 с оперативкой также 16 гигабайт но с учетом, что Apple все хорошо там внутри система автоматизирована все модернизировано и организовано то я вам хочу сказать даже компьютер на Windows с оперативкой 32 гигабайта будет ему вровень то есть... ну и мне нравятся весов, которые там есть по умолчанию и там все очень круто но я... сегодня у нас не обзор Macbook и я вам хочу сказать, что если вы хотите работать на Macbook то вам нужно обязательно купить Macbook именно поколение хотя бы начиная... хотя бы Air начиная с M1 я его покупал за 130 тысяч сейчас их нет в наличии я вот показываю вам изображение ДСДНС последняя его цена была 142 тысячи рублей вот такой у меня золотистый Macbook Air M1 и собственно вот как раз таки на 16 гигабайт 256 жесткий диск и... вам нужна... это стартовая машина если вы хотите на... на... iOS и Apple-овскую машину чем он хорош? Macbook в отличии от Windows когда я работал на Windows приходилось решать много проблем связанных... чисто с работой Android Studio какие-то с... находились, знаете... скажем так... несостыковки с процессором, железом все время какие-то баги они решаются... гуглиться там это решение очень быстро и там в течение 10 минут оно все решалось без проблем то есть это решаемо очень хорошо но это только решаемо в индивидуальном порядке вам в принципе даже никто не сможет помочь в этом потому что по-хорошему все зависит от вашего железа и вы должны были... будете... если у вас Windows а может у вас не будет уже этих проблем может это как-то все автоматизировано уже все порешали внутри компании Google по факту софта Android Studio может быть вам не придется решать эти проблемы ну года полтора, год назад они были но их не столько много я может сейчас драматизирую немножко но их не столько... просто в сравнении с Macbook на Macbook вообще у меня ни одной проблемы не было там настолько все автоматизировано внутри этой системы потому что там все просто идеально работает Android Studio летает эмулятор у меня на Windows хотя как я говорил у меня 16gb оперативки да вот у меня там i5 и запускалась... ну приходилось минуту иногда ждать эмулятор здесь 7 секунд и все запускается ну в общем я конечно не уговариваю вас покупать Macbook потому что все-таки это очень хорошая инвестиция но эта инвестиция хороша чем? что это инвестиция хороша тем, что после Android Studio вы собственно на этом Macbook сможете после Android изучить уже и разработку под iOS потому что... и вот чем отличается разработка Android приложений от iOS приложений? на Android приложения вы можете разрабатывать абсолютно на любом ПК неважно какая там экосистема под iOS только Apple компьютеры и только на них можно разрабатывать ну в общем то... а вообще давайте подумаем какие же... посмотрим какие же требования выдвигает нам сама компания Google Android Studio вот смотрите Windows нам просит в целом что мы должны отсюда выделить рекомендуемые требования 8 гигабайт оперативки и я вам как могу сказать по опыту что хотя бы процессор i5 ну вы знаете я начинал вообще на процессор... по-моему i5 у меня был и у меня там 2 гигабайта что-то оперативки было что-то такое по-моему i5 есть но я могу ошибаться и 2 гигабайта оперативки и все работало не летало не прям стремительно работало но все работало да эмулятором я не пользовался потому что там все подвисало но на реальном устройстве все можно было адекватно тестировать когда у вас нет бюджета и вы хотите научиться то подойдет компьютер с 2-4 гигабайтами оперативки но давайте посмотрим сколько стоит ПК на Windows под эту систему да вот Windows я захожу также на сайт DNS и об сюда технику DNS я покупаю и мы смотрим что в принципе от 40 на 50 тысяч можно машинку взять которая будет стремительно работать но если у вас нет бюджета то вы можете начинать с того ПК который у вас есть сейчас отвечая на вопрос какой компьютер нужен для Android Studio если нет лишних денег тот который у вас есть сейчас он подойдет в этом отличие разработки Android от разработки под iOS iOS очень требовательно к софту там не только нужен Macbook нужен современный Macbook Android Studio позволяет работать на абсолютно любом ПК даже слабеньком это больно но это терпимо и можно работать это не сильно вас затормозит но будет немножко медленнее работать но в целом ничем не отличается еще раз если есть бюджет если есть лишних 150 тысяч то лучше купить Macbook если есть лишних там 50 тысяч лучше купить на Windows 5 хотя бы да и можно оперативной памяти оперативной 8 гигабайт если бюджета нет но очень сильно хочется научиться конечно приходите на курс ко мне я вас оперативно и по современному современным техникам обучу и тот компьютер и вы должны просто понять какой компьютер нужен для Android разработки если нет лишних денег лишнего бюджета тот который у вас есть сейчас если есть небольшая сумма там районе 50 тысяч если здесь возможность взять кредит 50 тысяч то берите вот новый современный компьютер если есть возможность взять кредит уже сто пятьдесят тысяч и вы найдете Macbook то вы берите Macbook Air потому что проблем не будете знать и если вы не пользовались никогда MacBook то просто влюбитесь в него единственным минусом вот этих современных всех Macbook является то что проблематично почти невозможно поставить пиратский софт если допустим тот же Adobe Photoshop вот это вот вы хотите поставить на Macbook Air это очень сильно небезопасно и там нужно будет ковыряться так просто как раньше на старых Macbook не получится это поставить вот единственный и минус в том что это не игровые компьютеры все-таки это для работы но хотя люди играют и на Macbook но минус в том что как бы это как бы минус но для меня это плюс то есть там все безопасно там утренняя экосистема самое интересное для любой программы и которая есть на Windows есть аналог бесплатный почти всегда бесплатный в App Store да то есть вы всегда можете найти аналог и там классный софт такие организационный софт который различные редакторы организатор органайзер там весь софт очень классно сделан поэтому и я ну я просто люблю Macbook и поэтому я наверное излишне увлекся всем рассказом об этом потому что видео немножко про другое еще раз я хочу чтобы вы поняли какой компьютер нужен вам для того чтобы стать Android разработчиком тот который у вас есть сейчас если есть желание купить что-то новое потратиться и если либо лишние деньги либо есть возможность взять кредит либо расплатиться кредитной картой то есть его сумма там 5 в районе 50 тысяч покупаете на Windows i5 с 8 от 8 гигабайт оперативки если есть сумма в районе 150 тысяч покупаете Macbook во-первых он классный во-вторых все будет стабильнее работать и в третьих потом можете и разрабатывать еще и под iOS то есть это как бы инвестиция в вашу профессию но опять же нет денег нужен вам компьютер который у вас есть сейчас да есть ситуация когда нету компьютера но очень хочется и денег особо нету того же полтинника нету можете посмотреть на авито или бы либо купить минимальную самую версию там 2 гигабайтами оперативки и там самый такой не сильный в принципе но если у вас нет вообще никакой возможности будет медленно работать но будет работать стабильно все будет хорошо опять же я начинал я год обучался на вот очень слабом компьютере все нормально без проблем в общем то это все что я хотел вам рассказать есть вам нужен компьютер который у вас есть сейчас самое главное и android не требовательен к железу то есть на любом компьютере почти можно начинать изучать android разработку это все что я хотел рассказать вам сегодня в этом видео на связи был проект мобух до встречи на следующих эфирах всем пока